Восемнадцать регионах страны, в том числе в Прикамье, выбирают главы регионов. Сегодня основной день голосования. На участках работают почти пять тысяч наблюдателей, пока никаких существенных нарушений не зафиксировано. Ну и в Перми может появиться трамвай в аэропорт, причем уже через три года. На РБК в прямом эфире специальный выпуск новостей, который мы в основном посвятим голосованию. Я Рустам Багизов. Здравствуйте. Почти четверть жителей Пермского края уже проголосовали на выборах губернатора. Такие данные по явке Крывой избирком привел по состоянию на 10 часов утра. То есть фактически это данные за два дня досрочного голосования. С пятницы на участки пришли уже около полумиллиона жителей региона. По информации общественной палаты, пока все проходит без серьезных нарушений. Обоснованных жалоб в избирательную комиссию не поступало. Последние данные в избиркоме узнает мой коллега Руслан Пепеляев. Он на прямой связи со студией. Руслан, приветствую тебя. Ждем от тебя последней информации. Да, Руслан, приветствую. Ну, как ты и правильно заметил, уже больше четверти жителей Пермского края, а именно по обновленной информации, порядка 27% избирателей сделали свой выбор и проголосовали за губернатора Пермского края. Это свежая статистика, средняя явка по данным на 12 часов дня. Всего же с начала пятницы проголосовало больше 500 тысяч человек. И вот прямо за нами находится онлайн-табло, на котором можно узнать свежую статистику и информацию по муниципалитетам Пермского края. Как можно заметить, в Касинском районе, собственно, это лидер по явке в Пермском крае, проголосовало на данный момент больше 57% избирателей. Но, к сожалению, в аутсайдерах находится Александровский муниципальный район, Мотовилихов в Перми, Дзержинский район. В этих территориях проголосовали за губернатора порядка 18% человек. Также я напомню, что помимо выборов губернатора Пермского края, жители региона также голосуют за довыборы в ЗАГС собрания и в муниципалитеты региона. В целом же, по информации общественной палаты, пока голосование проходит без серьезных нарушений, обоснованных жалоб в избирательную комиссию, как там заявили, не поступало. Напомню, что в единый день голосования открыты порядка 1800 избирательных пунктов. Закончатся же выборы в 8 часов вечера. Рустам, тебе слово. Спасибо. Это Руслан Пепеляев на прямой связи с нашей студией из избирательной комиссии. Я напоминаю, что в списке избирателей включены почти 2 миллиона человек. Задействовано на участках около 16 тысяч членов избирательных комиссий и более 5 тысяч наблюдателей. Ну и, как сообщалось ранее, Пермский край занял первое место в России по количеству заявлений на прикрепление к удобному участку. Голосовать не по прописке в эти выходные решили около 63 тысяч жителей региона. Около 250 человек выбрали также цифровые участки, расположенные в Москве. Ну, это возможность существует при каме во всех региональных и федеральных компаниях. Уже три года заметили в избиркоме. Мобильный избиратель предоставляет возможность проголосовать там, где удобно. Соответственно, они исключаются из списков избирателей по прописке, чтобы избежать двойного учета и голосования, отметили в избиркоме. Жилищным фондом региона теперь будет управлять Минимущество. Постановление было подписано 9 сентября в Кривом правительстве. Ранее фонд контролировала МинжКХ. Документ вступит в силу через 10 дней после официального публикования. Согласно постановлению, данное решение не касается жилого фонда, который уже находится в пользовании. По данным Пермстата, на конец 2018 года общая площадь жилого фонда в край составляла около 63 миллионов квадратных метров. В Перми может появиться два новых трамвайных маршрута. Один до аэропорта, второй до микрорайона Ива. Проект представила компания из Екатеринбурга. И власти сообщили, что на данный момент обсуждается возможное сотрудничество. Предполагается, что трамвайная линия до аэропорта протянется по шоссе космонавтов. Ее длина состоит более 10 километров. А ветка до Ива будет в два раза короче. Маршрут пройдет через Среднюю дамбу и Садовый. Проекты включают в себя строительство и модернизацию. Также закупку подвижного состава. Реализовать их планируется в формате ГЧП. Предполагаемый срок выполнения – 3 года. Зачем в течение 30 лет подрядчик будет обслуживать новые ветки. Пока это все. Следим за развитием событий. Всегда в доступе телефон, редакция и наша электронная почта. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин